здравствуйте друзья и подписчики моего канала в этом видео хотел показать как менять жало на паяльники хотя это дело несложное простецкое как бы и любой электронщик электрик и радиолюбитель с этим справится в два счета ну допустим новички у которых есть паяльник и которым пользуются крайне редко и когда я жала уже обгорает и приходит пора его менять то это дело новичка может как бы озадачить ну и вот допустим мой основной рабочий паяльник у которого жало уже выгорело но его пора менять на новое на примере его покажу как это делать причем в этом деле имеются все такие свои нюансы некоторые и тонкости который стоит все-таки учесть как правило в большинство стандартных паяльников имеется примерно такая конструкция ручка основания виде трубки ну и в конец этой трубке вставляется такой нагреватели которые обычно имеют об такой вид то есть вот такой небольшой металлический стержень внутри которого имеется отверстие сквозное на концах имеется две резьбы под винтики одним винтиком происходит крепление от самого нагревателя корпусом то есть вот этой внешней трубки ну а второй винтик у нас прижимает жало которого сюда вставляется ну вот вот эти нагреватели различаются по мощности по напряжению которая на них подается и размеры могут быть у них разные соответственно это внутреннее отверстие поджала также может быть разная под разные жало диаметра его ну и как правило для пайки схем используются небольшие паяльники там где-то ватт на 20 30 40 имеют они небольшое жало диаметром где-то вот три с половиной четыре с половиной миллиметра и таким небольшим жалом достаточно удобно вот и сами схемы паять и на платах припаивать и выпаивать элементы ну и работа по замене жала сводится к тому что вначале вы выкручуете свой старое жало если паяльник работал достаточно долго нередко бывают такие случаи что саму жало трудно достать она пригорает даже несмотря на то что этому фольгу подложил вытаскивается не так легко но постепенно так используя руки или плоскогубцы аккуратно можно все-таки вытащить его далее подходящим по диаметру от сверлышка можно прочистить внутреннюю полость от паяльника от мусора или вот допустим в моем случае от фольги то есть вот это место для жала но должно быть чистеньким ну естественно у вас наличие должно быть новое жало допустим я для своего паяльника вот заранее закупил несколько штук от уже готовых жалу таких медных нужного мне диаметром подходящие под отверстие моего нагревателя хотя внутренний диаметр у меня вот 4 миллиметра а диаметр от этого жала 38 саму жалов с небольшим запасом как раз отлично подходит для моего паяльника и поскольку это жало на 0 2 миллиметра меньше этого диаметра на паяльнике и когда мы его сюда поставим но и закрутим то вот эти промежутки которые тут будут они естественно будут ухудшать от теплопроводимость то есть тепло от нагревателя хуже и медленнее будет проходить на само жало но это можно компенсировать мощностью побольше навалить если такая возможность есть но опять же это уже как бы не экономия и перегрев этой части что увеличит износ нагревателя и ручка может нагреваться что также не совсем комфортно а чтобы на этом участке все-таки тепло передавалось легко жалу я как раз для этой цели использую фольгу то есть предварительное жало до конца всунул наметил место держала выходит с самого паяльника то есть вот часть можно просто фольгу обмотать но и беру просто небольшой кусок обычной пищевой фольги и дома то вот эти 0 2 миллиметра чтобы убрать вот этот воздушный зазор нужно чтобы фольга ложилась ровно и не создавались перегибы поскольку это усложнит сование жало в паяльник замеряю смотрю 3 9 и дома дать еще чуть-чуть нужно измеряю как раз вот мне нужный диаметр чтобы жало четко входило вот в свое отверстие далее жало просто вставляю внутрь и даже пальцами чувствуется что он четко входит длина вот этой выступающей части жала должна примерно вот быть такого расстояния то есть длина вот где-то 30 миллиметров можно длиннее только не жалок то будет хуже нагреваться а если короче то как бы могут возникать неудобства от припайки ну и далее просто закручиваем это жало винтиками ну ты все как бы жало поменено и можно сделать еще такую фишку чтобы припайки плат допустим в таких массивных местах где нужно распаять достаточно большой кусок от припоя то того количества тепла которые накапливают на себе жало может не хватать для таких массивных от частей припоя ну естественно пайка нормально не будет получаться чтобы увеличить количество запасаемой теплоты от нажали можно сделать таким образом вот как я на этом паяльнике сделал двойное жало на этой части вот как бы у меня есть намотка дополнительного провода ну примерно такую намотку от можно сделать на этом паяльнике на вот этой части то есть мы сюда просто медный провод от диаметром где-то один миллиметра, чуть больше или чуть меньше, наматываем несколько витков, чтобы сделать такой медный набалдажник. Ну и на нем будет как бы аккумулироваться дополнительное тепло. А поскольку этот набалдажник из меди, она быстро передает свое тепло и находится близко к кончику жала, то как бы это запасенное тепло будет гораздо быстрее передаваться на более массивные части припоя. Ну естественно, такой паяльник уже будет паять в более массивные части. Так что вот эту фишку как бы возьмите себе на заметку. Если говорить, допустим, о замене жала у такого типа паяльников, которые используются в паяльных станциях, то тут как бы их замена происходит еще проще. Они просто вот раскручиваются, их жала просто само вот выпадает. Такие жалы имеют стандартный размер под свой нагреватель. То есть вот эта часть паяльная может разной быть формы, а там где она нагревается, там где она контактирует с нагревательным элементом, они как бы стандартные. Покупаем вот такие жала. Новое жало сюда вкидываем. Закручиваем и все. Паяльник уже как бы с новым жалом. Ну а в этом паяльнике осталось его только нагреть. Просто залудить рабочую часть, что делается также легко. Вот эта поверхность изначально должна быть зачищена. Далее перед включением мы берем канифоль, ложим паяльник на канифоль, включаем паяльник и постепенно когда жало будет нагреваться, доступа кислорода не будет. Ну и уже в нагретом состоянии просто быстренько касаемся припоя. И припой моментально ровно ложится на поверхность жала, на кончиковом. После чего все, уже паяльник у нас как бы находится в полностью рабочем состоянии. Ну и в конце что можно дополнить. Допустим, у меня имеется вот такое жало и такой паяльник. Здесь внутренний диаметр 5 мм, а это жало у меня 5,3 мм. То есть вот эти 0,3 мм не позволят жалу войти в паяльник. Ну и чтобы это исправить, можно просто взять напильник в самом простом случае. Ну и лишнее просто убрать вот эти 0,3 мм. Либо же можно взять обычную дрель, либо шуруповерт, вставить в них. Ну и при вращении опять же нафилем или напильником, встачиваем вот это лишнее. Естественно, делаем это все равномерно и ровно. На другом конце делаем спил где-то под 45 градусов. То есть конец самого жала. Ну и все. Его уже можно как бы вставлять вот в свой паяльник под свой диаметр. Ну а на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего. Пока.